Всем привет! Почти все знают, что ящерицы отбрасывают свои хвосты, когда им угрожает опасность. Однако, немногие знают, как происходит это интересное явление и почему. При поддержке научно-популярного портала Naked Science Для ящериц хвост является одной из самых важных частей тела. Он помогает управлять передвижением, может использоваться для привлечения противоположного пола и откладывания жира на голодные времена. Одна из самых интересных особенностей хвоста – это аутотомия, то есть умение его сбрасывать. Как это происходит? В позвонках хвоста у ящериц есть неокостеневшие прослойки. Обламывание хвоста происходит потому, что животное резко сокращает хвостовые мускулы. Хвост и ломается в том месте, где есть неокостеневшие прослойки. При этом у ящерицы нет ощутимых кровопотерь, ведь резкое сокращение хвостовых мышц перетягивает кровеносные сосуды. Главная цель отбрасывания хвоста – это отвлечение внимания противника. Пока он отвлекается на хвост, ящерица успевает убежать или спрятаться. При этом оторвавшийся хвост начинает дико извиваться, потому что при отбрасывании ящерица резко сокращает мышцы хвоста. В результате мышцы начинают медленно расслабляться, заставляя хвост извиваться. К тому же сразу после сбрасывания хвоста в нем начинают отмирать нервные клетки, которые заставляют мышцы непроизвольно сокращаться. Как правило, через несколько месяцев хвост вырастает заново, но ящерица все равно получает большой вред здоровью. Специальные позвонки не вырастают заново, а значит второй раз уже не получится сбросить хвост. То есть трюк с отбрасыванием хвоста ящерица может провернуть только один раз в жизни. Также немаловажен тот факт, что для отращивания нового хвоста ящерице нужны большие затраты энергии и сил. В результате ящерица в момент отращивания хвоста становится очень уязвимой для хищников. Чаще всего ящерицы стараются отбросить хвост не полностью, а только его кончик. Кончик отрастает заново, а у ящерицы есть возможность в случае опасности повторно сбросить хвост. Некоторые виды ящериц после того, как отбросили хвост, возвращаются за ним. Если враг оставил хвост, то ящерица съедает его, чтобы пополнить свои запасы энергии. Ловить ящериц это значит подвергать их сильнейшему риску. Даже если потом вы отпустите ее без хвоста, то скорее всего она умрет из-за сильного истощения. Если же вам так хочется продемонстрировать свою ловкость, то найдите себе более полезное занятие. На сегодня на этом все. В комментариях признавайтесь, ловили ли вы когда-нибудь ящериц. Ставьте лайк, если хотите больше видео про животных. Всем спасибо за просмотр. С вами была Марго, пока.